Добрый вечер, это программа Попутчик в студии Павел Федоров. Сегодня мы обсуждаем очень важную тему, это независимая экспертиза. И у нас в гостях два, позволю себе, тавтологии эксперта по экспертам. Это Владимир Тихомиров и Сергей Дорофеев. Представители Московской общественной организации Лига автоэкспертов. Добрый вечер. Давайте начнем с самого главного вопроса. Что такое независимая экспертиза? Для того, чтобы ввести в курс дела телезрителей, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Что такое независимая экспертиза? Как давно появилось это понятие? Что в него входит? Независимая экспертиза появилась как термин с введением ОСАГО. Дело в том, что существовала она, конечно, и раньше, но это было отвлеченное название. Ну, говорили, поедем к независимым экспертам, сделаем какие-то там документы. Сейчас в самом законе определено, что техническую экспертизу проводят независимые эксперты, независимая экспертная компания, либо отдельный эксперт. Хотя экспертом его можно назвать достаточно условно. Гражданский кодекс определил эксперта как человека, который обладает специальными познаниями. И экспертом называется тот, кого суд или другие органы государственной власти, имеющие на то право, определили как экспертом. Чаще всего в делах гражданских гражданский суд назначает экспертизу. И в этом случае назначается и эксперт, либо экспертная компания, которая определит, кто будет производить эту экспертизу. И этот человек будет называться экспертом по закону. Я вас немножко перебью. Позвольте напомнить, что мы находимся в прямом эфире. Традиционно среди наших самых внимательных зрителей, тех, кто задает интересный вопрос, мы разыгрываем наши эфирные часы «Автоплюс». То есть каждый понедельник лучшему вопросу недели мы выручаем вот этот комплект. Так что не стесняйтесь, звоните, включайтесь в беседу, задавайте свои вопросы, которые касаются, собственно, экспертизы. Как ее, где делать? Наши гости с удовольствием вам ответят. Пишите на наш смс-портал, ваши вопросы прозвучат в эфире. Давайте вернемся. Получается, что есть экспертиза по гражданским делам. Это вот то, что касается простых автомобилистов. Какое-то ДТП, авария, без жертв, ничего криминального, просто вопрос денег. Сколько должна выплатить, допустим, страховая компания? Правильно? И вот здесь как раз важно прибегнуть к помощи этих самых экспертов. Правильно, но не полно, потому что вы сразу привели в пример, сколько денег заплатить. В задачи экспертизы входит определение причин возникновения повреждений транспортного средства. А это уже не только деньги. Это уже и вопрос признать случаи страховым или не признать страховым, отнести все повреждения, которые есть на этом автомобиле, к данному рассматриваемому событию. Поэтому все гораздо сложнее и функции эксперто-техника, в частности, отличаются от функций оценщика. У нас очень часто путают оценщика с экспертом-техником, потому что я немножко вернусь к теме экспертизы. Экспертиза, независимая экспертиза, на самом деле появилась, ну теперь будем говорить уже в прошлом веке, примерно в 75-м году, когда появился массовый автомобиль. Вот тогда появились автоэксперты. Они существовали, так скажем, с тех пор, но потом появился закон об оценочной деятельности, лицензирование оценочной деятельности, и автоэкспертов, по сути дела, заставили получить образование и лицензию оценщика. И с тех пор идет путаница, лицензирование оценочной деятельности уже отменено, но путаница между автоэкспертами, экспертами-техниками и оценщиками, которые получали в свое время лицензию, и вынуждены были перейти в категорию оценщиков, до сих пор развивается. И продолжается. И специалисты, и тем более простые автомобилисты, достаточно часто путают, кому идти к эксперту-технику, к оценщику. То, о чем Владимир сказал, то, что касается ОСАГО. Когда мы говорим об ОСАГО, основанием для проведения страховой выплаты страховой компании является экспертное заключение, а не отчет об оценке. Поэтому к эксперту-технику. Понятно. Как это должно происходить? Вот всем, я думаю, телезрителям знакома ситуация. Допустим, вы не виноваты, вас ударила какая-то машина на улице. Вы звоните, подписываете все документы, оформляете, вызываете ГАИ, у вас две справки на руках, по-моему, если не ошибаюсь. Следующий шаг, собственно, нужно обратиться в страховую компанию, соответственно, человека, которого у вас ехал, и заявить свои права на то, чтобы вам возместили ущерб. На что страховая компания обычно говорит, приезжайте с вашей машины, если она на ходу, показывайте, и мы решим, сколько вам, я опять же, утрирую, сколько вам выплатить денег. Вот как должна, по-правильному, что называется, развиваться ситуация? Так ли это на самом деле? Должен ли человек куда-то ехать или нет? На самом деле, вы рассказали совершенно правильный вариант. Человек должен приехать. Должен человек приехать или не приехать, это зависит от того, находится ли на ходу транспортное средство. Если транспортное средство не на ходу, значит, страховая компания обязана организовать выездной осмотр. А в правилах ОСАГО четко написано, что потерпевший, который хочет получить страховое возмещение, он должен предъявить страховщику транспортное средство для осмотра. Страховщик его либо сам осмотрит и по договоренности с потерпевшим согласует сумму выплаты, либо организует независимую экспертизу. Понятно. Я привык вас на секундочку. Дело в том, что с нами на прямую связь по маршруту Москва-Тикси выходит наш оператор Владимир Гриневич, который принимает участие в этой экспедиции, которая длится уже неделю. Давайте послушаем, какие новости из экспедиции. Алло, Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, телезрители. Сейчас мы находимся примерно в 40 километрах от Красноярска. Вот остановились, чтобы поговорить с вами. Вот. Погода начинает потихоньку портиться. Вот все эти пять дней, что мы ехали, погода была просто великолепная. Сейчас пошел легкий снежок. Владимир, как все проходит? Как ваши успехи? Как ведут себя машины? Понятно, что все самое серьезное еще впереди, но тем не менее. Вот что происходит? Какие настроения в коллективе? Не, ну настроение у всех бодрое, потому что машина ведет себя просто великолепно. И все шесть человек сейчас просто безумно счастливы, что именно на таких машинах ездим. Это очень комфортный автомобиль, именно созданный для дальних путешествий. К сожалению, оффроуда у нас пока не было. Но я думаю, завтра он уже должен появиться. Такой легкий, начальный оффроуд. Это после Красноярска в районе Тайшета, насколько я помню, потому что я уже ездил по этой дороге. Начнется уже такая грунтовка, засыпанная снегом, что-то еще такое, с кочками сильными и всякое прочее. Так что завтра попробуем его в плане комфорта на таких вот неровных дорогах. — Какие вообще настроения? Как, в общем, проходит путешествие? Что можете сказать нового? Вот в отличие от предыдущей экспедиции? — Ну, настроения мы присутствовали, потому что машина радует. Вот. Сами мы между собой еще подружились задолго до экспедиции с некоторыми, извините, которые едут с нами. Да даже не с некоторыми, я со всеми знаком уже очень давно. Поэтому мы тут все уже породнились, и просто отношения всех... Понятно. Где планируете останавливаться в следующий раз? То есть у вас следующий пункт остановки, это где? — Ну, сейчас у нас Красноярск. Завтра, скорее всего, будет какой-то промежуточный город между Иркутском и Красноярском. Сейчас я не могу вспомнить, как он называется. Ну, это такой маленький городишко, где мы будем самостоятельно пытаться устроиться на ночлег. Если, допустим, сейчас мы как-то, благодаря коллегам из Москвы, имеем некоторую информацию о гостиницах, чтобы лишний раз не полутать по ночному городу и не искать, то завтра нам предстоит еще и самостоятельно что-то найти. Ну, мы знаем, что у вас на борту с собой палатки и вообще все бивачное снаряжение. Надеемся, что вам не придется им воспользоваться завтра. Я напомню, что это был Владимир Гриневич на связи по телефону с маршрута экспедиции Москва Тикси, но мы рады, что у ребят все в порядке, они продолжают движение. Напомню, что самый интересный путь по зимникам на север нашей страны, за полярный круг еще впереди. Давайте продолжим наш разговор. Вернемся к независимой экспертизе. Рассмотрим случай. То есть, по правилам человек должен обратиться в страховую компанию и должен приступить к своей работе эксперт-техник. Как это должно происходить по правилам? Страховая компания предоставляет своего эксперта или же все-таки по закону, насколько я знаю, нужно воспользоваться независимой экспертизой? Знаете, здесь есть варианты. Хотя закон и предполагает во всех случаях независимую экспертизу, но используя тот факт, что отсутствует реестр эксперт-техников, мы, наверное, потом коснемся еще этого вопроса, страховщики, отдельные, я не говорю все, осматривают автомобиль и определяют объем восстановительного ремонта подчас самостоятельно. В некоторых случаях независимые эксперты находятся прямо там, на территории страховой компании. То есть, являются сотрудниками? Нет. Арендуют помещение? Да, это могут быть сотрудники, как в первом случае. Второй случай – это независимая экспертиза, которая находится на территории этой страховой компании. Ну и третий вариант, когда страховая компания осматривает автомобиль, говорит, да, мы видим повреждения, мы их зафиксировали, теперь вы можете обратиться в независимую экспертизу, либо в конкретную, да, либо выбирайте сами и, так сказать, привозите нам документы. Чаще какой вариант развития у нас принят в стране? Чаще это направление в конкретные экспертизы. Причем большие страховщики направляют, ну и серьезные, большие и серьезные, направляют, как правило, предлагают варианты. То есть, есть несколько известных в Москве фирм, зарекомендовавших себя, так сказать, уже долгими годами работы, как профессиональные компании. И страховщики предлагают, вы можете поехать туда, можете поехать сюда. Чаще, конечно, встречаются ситуации, когда выбор ограничен одной компанией и направление выдается конкретно в эту компанию. Понятно. У нас есть мнение нашего телезрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в эфире. Представьтесь, кто вы, откуда. Добрый вечер, меня зовут Максим, город Ижевск. У меня такой вопрос к вашим гостям. Автомобиль получил повреждения, страховая компания оценила эти повреждения. Но официальный дилер оценил эти повреждения совсем по другой стоимости. То есть, стоимость у официального дилера получилась гораздо выше. Но страховая компания отказывается от этой оценки у дилера. Как в этой ситуации поступить? Скажите, пожалуйста, а какие вы уже произвели действия? То есть, вы получили некоторую сумму уже на руки, пришли к дилеру, и получается, что задним числом вам нужно эту сумму каким-то образом еще выбить дополнительно со страховой компании. Правильно я понимаю? Нет. Дело в том, что я получил справки из ГАИ. Я обратился в страховую компанию. Они оценили, скажем, повреждения, полученные автомобилем в 35 тысяч рублей. Я, не получая эту сумму, обратился к дилеру отдельно, повести оценку у дилера. Дилер оценивал повреждения в 45 тысяч рублей. Понятно. Спасибо вам за вопрос. Действительно, вот такой живой случай из жизни. Что можно посоветовать? Это наиболее типичный случай, потому что мы говорим об урегулировании в рамках ОСАГа. В законе об ОСАГе написано, что расчет ведется по среднерыночным ценам. Среднерыночная цена, а мы понимаем, что это цена, которая ниже цены дилера. Дилерская цена, как правило, самая высокая. Поэтому варианты такие, что отремонтировать транспортное средство, а потом потребовать возмещение по фактическим затратам, что позволяет делать гражданский код. Его можно потребовать как со страховщика, так и с виновника ДТП. В данном случае вы бы посоветовали уже доводить дело до суда или если поэтапно разложить эту ситуацию. То есть сейчас взять деньги, которые предлагает компания, получить их, потом произвести ремонт. Разбор каждого конкретного случая весьма сложен, потому что нужно знать подробности. Во-первых, даже по ОСАГе есть вариант урегулирования в натуре. Когда страховая компания оплачивает станции деньги, у многих страховых компаний заключены договора со станциями. Поэтому, когда мы говорим, что клиент поехал к дилеру, но он ведь приезжает как клиент с улицы. И там розничные цены. А вполне вероятно, что у страховой компании заключен договор, и там уже цены со скидками. Поэтому 35 и 45 вот так сравнивать до рублей и копеек, это нужно разбираться конкретно. Поэтому вариант, что можно потребовать, попросить, уточнить, есть ли вариант урегулирования в натуре. Вполне возможен договор. Тогда будет уже согласование вести страховая компания. А просто так говорить, сравнивать среднерыночную цену с ценой дилера не совсем корректно. Тут есть еще один серьезный нюанс. Закон написан таким образом, и это правило соблюдается, что при определении стоимости восстановительного ремонта учитывается износ. То есть расчет ведется не полной стоимости восстановительного ремонта, а как бы компенсации. Учитывается так называемое обновление. То есть если деталь не новую меняют за новую, то страховая компания говорит, мы за это не заплатим. За это должен заплатить, доплатить сам владелец. Поэтому если речь идет об урегулировании убытка вот таким образом, как сейчас Сергей сказал, на станции технического обслуживания, то как правило страховщик предупреждает, что мы не будем платить за износ. Вы должны быть готовы все равно доплатить какую-то сумму, если меняются детали. Конечно, это не всегда приятно, может быть, всегда неприятно владельцам, потому что рассчитывая на полное покрытие своих расходов, оказывается, почти всегда они в минусе. Но таков закон, и под это правило рассчитывались тарифы. Сейчас, когда речь заходит о том, чтобы платить без износа, страховщики сразу резонно объясняют, хорошо, мы готовы, но давайте тогда пересмотрим тарифы. Готовы ли владельцы больше платить за страховку? Потому что вероятнее, появятся люди, которые захотят обновить свой автомобиль таким способом, просто где-то его притерев обо что-то, грубо говоря. Поэтому надо различать два понятия. Затраты на проведение восстановительного ремонта и возмещение. За проведение восстановительного ремонта в правилах это называется восстановительными расходами. Вот восстановительные расходы не равны затратам на проведение восстановительного ремонта. Во всех случаях? Да. В тех случаях, если это не совсем новый автомобиль. Если есть замена деталей. В некоторых случаях бывает достаточно что-то отремонтировать и покрасить. Вот тогда вопрос износа отпадает сам собой. Так, но если есть случай, то есть автомобиль подлежит списанию, соответственно уже идет речь, то есть машина восстановления подлежит. Есть такая формулировка, часто встречается. То есть тогда как решать ситуацию? Здесь надо понимать, что урегулирование по ОСАГО ведется до 120 тысяч. Не так уж много у нас автомобилей, у которых стоимость менее 120 тысяч. Я думаю, теперь уже в связи с новыми колебаниями курсов валют больше их не осталось. Да, поэтому все принимается, так скажем, оценивается, тогда уже оценивается стоимость автомобиля до ДТП. И если затраты на проведение ремонта равны или превышают, тогда урегулирование ведется по цене автомобиля на момент ДТП. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Ну, судя по всему, у нас звонок сорвался. Пришел вопрос на смс-портал из Хантамасийского округа. Имеет ли водитель право ознакомиться с результатами экспертизы? Вот такой вопрос. Ну, насколько я знаю, по-моему, результаты, они открытые, да, предоставляются по требованию. Или здесь есть какие-то тонкости? Ну, если экспертиза проводилась за счет страховой компании и на основании договорных отношений, то все зависит от того, что записано в договоре между экспертизой и страховой компанией. Если внесен пункт, что третьим лицам без ведома не разглашается результат, экспертиза не имеет права, в силу гражданского кодекса, отступать от договорных отношений. Некоторые страховщики вносят такой пункт. Если такого пункта нет, то да, пожалуйста, ознакомьтесь и так далее. Но здесь, опять же, есть два момента. Есть осмотр автомобиля и актосмотра, описание, что должно производиться, какие ремонтные воздействия должны производиться, что будет меняться, что ремонтироваться. С этим однозначно каждый владелец должен быть ознакомлен, и он должен представлять тот объем работ, который в дальнейшем будет, так сказать, основой для расчетов. Но в любом случае, если имеются запросы каких-то организаций судебных, юридических, юристов и так далее, то по запросам результаты экспертизы в любом случае выдаются. То есть это не секрет. И вообще наше, так сказать, мнение экспертов, что было бы правильнее, наверное, внести некий, так сказать, пункт, может быть, в правило ОСАГО, что потерпевший имеет право до выплаты ему страхового возмещения ознакомиться с результатами экспертизы. То есть чтобы не было потом этих возмущений, после уже, когда поздно, да? Здесь как раз, может быть, стоит вернуться к тому вопросу, о котором я уже начал говорить, это вопрос между оценкой и экспертизой. Нельзя сравнивать два документа, отчет об оценке и экспертное заключение. Казалось бы, это могут быть документы, которые говорят об одной и той же величине, но они делаются по разным стандартам, к ним совершенно разные требования, и поэтому в них могут быть разные результаты. Оценщик, он высказывает свое мнение в определенных пределах, и следует сказать, что если выдавать, не выдавать, на самом деле вопрос, на мой взгляд, так остро не стоит, выдавать, не выдавать, экспертное заключение. Ведь мы говорим о том, что потерпевший не согласен с результатами экспертизы. В правилах экспертизы написано, что он вправе организовать повторную, а для того, чтобы повторную, нужен акт осмотра. А акт осмотра – это тот документ, под которым он подписывается, поэтому давать, не давать ему этот документ, это уже не подлежит обсуждению. То есть первая часть акта осмотра, проведение самой экспертизы, это вещь совершенно открытая, потому что при ней присутствует сам владелец автомобиля. А уже оценка, когда коэффициенты, расчет, таблицы, использование рыночной стоимости, какие таблицы, на какой срок они применялись, это уже другой человек делает, и вот эта информация у разных компаний может быть разной таблицей, разной подходой. Это может делать один человек, это могут делать разные люди, потому что достаточно часто даже в экспертной компании функция осмотра и функция расчета разделены. Но основанием, документом, фиксирующим состояние автомобиля, по которому всегда можно сделать повторную экспертизу, является акт осмотра. Поэтому здесь выдали, не выдали, это не принципиальный вопрос. Спасибо большое. У нас еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хотела бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я попала в ДТП, я не виновник, то есть виновата другая сторона, но у этого виновника страховка была заключена за два часа до происшествия ДТП. И по этой причине страховая компания, она мне отказывается выплачивать, возмещать ущерб. То есть такое вообще возможно, и как бы как в этом случае вообще поступать. Скажите, пожалуйста, вот позволю встречный вопрос, обычно на вот этом страховом документе указываются, по-моему, даже часы, да, то есть заключение страховки, с какого момента работает. То есть вам сказали, что у него оформлена там завтрашним днем, что ли, получается, эта страховка, или... Нет, нет, наоборот. Вот у меня ДТП произошло в 20 часов, в 20 минут. А у ответчика страховка была заключена в 18.00, вот именно вот этого дня. Понятно. Спасибо, очень интересный вопрос. Я не знаю, насколько вот старающие эксперты в курсе. Вопрос неэкспертный страховой, а на самом деле страховщик должен разбираться и со своим агентом, который выписывал этот полис. Это совсем неэкспертный вопрос. Но все-таки, как люди опытные в этом деле, что посоветуете? На самом деле, так скажем, это понятно, что у человека сейчас проблема. Все будет гораздо проще с 1 марта, когда вступит прямое урегулирование, можно будет обратиться в свою страховую компанию, в которой вы застрахованы. И тогда страховая компания навряд ли будет смотреть, она обязана будет урегулировать. На самом деле, так скажем, это, скорее всего, повод для судебного разбирательства. То есть, вот так просто они на уступки не пойдут? Скорее всего, надо обратиться к специалистам, да? Вы на прошлом примере задавали вопрос, что же в суд или пытаться. Допустим, я за то, чтобы всегда пытаться в досудебном порядке. Здесь, скорее всего, придется уже разбираться, может быть, привлекать достаточно опытного юриста, разбираться, так скажем, но это не предмет для разговора, для разбора между потерпевшим и страховой компанией. Это проблемы страховой компании. Есть полис, можно обратиться в Российский Союз автостраховщиков, есть достаточно много вариантов для досудебного разбирательства. На мой взгляд, судебное разбирательство – это достаточно сложный путь, поэтому нужно попытаться сначала решить в досудебном порядке. Спасибо большое за совет. Давайте вернемся все-таки к экспертизе, к оценкам. Скажите, могут быть разногласия, допустим, человек провел экспертизу самостоятельно, страховая компания, бывают такие случаи, говорят, вы знаете, нет, у нас есть эксперты, я не знаю, какой-то из двух вариантов, да, либо на территории, либо вообще в штате, мы его пришлем, он осмотрит и составит второй акт. Вот могут быть у этих людей разногласия, если да, по каким пунктам? И как действовать в такой ситуации? Когда страховая, говорит, это, подчеркну, у меня даже есть личный опыт, да, прислали человека еще раз, я говорю, ну, осматривайте, пожалуйста, были разногласия. Я вот хочу спросить, какие у вас могут, потом скажу, какие действительно были. Да, разногласий может быть огромное количество. Во-первых, подлежит замене или подлежит восстановительному ремонту? Ну, это вы знали, да. У меня там ребро жесткости двери, он говорит, нет, ребро повреждено, другой нет. Они стояли пять минут, ну, в итоге в мою пользу дело закончилось, слава богу. Вот, первый критерий, да, подлежит, потому что каждый владелец, естественно, хочет заменить. Притом, иногда это технологически никак не оправдано, потому что, ну, для того, чтобы заменить на современной машине, к примеру, заднюю крыло, боковину, да, нужно, извините за выражение, разворотить треть кузова. Да, да, да. Технологически иногда целесообразнее отремонтировать. Вот это, так скажем, первый вопрос. Потом, каким способом восстанавливать? Далее пойдут вопросы по нормативам ремонта. Есть такой термин, как устранение перекоса, это очень сложно с технической, технологической точки зрения. Есть, во-первых, категории перекосов, есть нормативы на устранение перекоса, есть... Я прошу прощения, когда машины на стапеле уже начинают растягивать обратно? Да. Ужас. Ну, да, там же не обязательно машину растягивать. Ну, нужно просто устранить перекос проема, к примеру, да, крышки багажника, капота. Поэтому масса вариантов, вот, поэтому, чем профессиональные, технически более грамотные специалисты, тем меньше у них будет разногласий. Либо тот, кто грамотнее, тот докажет. Здесь нужно учитывать и особенности регионов. К примеру, во многих регионах со стапелями вообще проблемы, да? Нужно учитывать возраст транспортного средства, где оно будет ремонтироваться. Если новое транспортное средство, оно будет ремонтироваться у дилера, у дилера должен быть соответствующий подбор. Поэтому здесь масса вопросов. Я думаю, Владимир может, наверное, перечислить еще, как минимум, десяток красных вариантов. Давайте сначала ответим на звоночек, у нас опять человек на проводе. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, город Москва. Ситуация заключается в чем? Произошло ДТП, не я виновник. Пришел в страховую компанию виновника, запомнил необходимые документы, узнал по поводу оценочной компании. Мне сказали, что я могу обратиться в любую совершенно на свой выбор. При этом, при всем, главное, чтобы я предоставил им нужную документацию. И при осмотре будет обязательно присутствовать человек из компании, работающей с ними. Прошел день, пришел день осмотра, прибыл мой оценщик, прибыл оценщик от страховой компании, заполнили два отчета. Причем человек из компании оценщика от страховой компании вел, как он сказал, так, просто для плюстика отчет, там многие повреждения и вписывал. Впоследствии я принес им документацию из своей оценочной компании, сдал и начал ждать, собственно, выплаты. В результате мне выплатили далеко не все деньги. Сказали, что отчеты из моей оценочной компании их совершенно не интересуют. Они смотрели по отчету из своего оценщика. И мои затраты на независимого эксперта не оплачивать не хотят, обосновалось это тем, что ведут денежные операции только со своим оценщиком. Как мне в эту ситуацию можно посмотреть дальше. Понятно. Спасибо за описание ситуации. Действительно, странное такое поведение. Человеку обычному бодаться с большой страховой компанией очень сложно. Что в этой ситуации можно посоветовать? Действительно, может такая быть ситуация или нет? Ну, первое, попытаться в досудебном порядке урегулировать вопросы. Нужно получить официальный отказ. Почему не принята эта экспертиза? И, так сказать, в какой части было отказано? Потому что у страховщика на самом деле есть право выплатить неоспоримую часть с тем, чтобы, если вы возникает спор, то в дальнейшем он был перенесен в суд. Но так как суда начинать неправильно, то нужно сначала получить мотивированный отказ. Почему нет? Получив этот отказ, можно, если он будет именно отказан, можно обращаться в суд, где встретятся две экспертизы. Как правило, судья в этих случаях назначает третью. Это как раз будет та самая экспертиза, с которой я начал сегодняшнюю передачу. Так. Уже настоящая судебная экспертиза. Судебная экспертиза, да. В суде стороны заявят ходатайство. Какие вопросы они хотели бы поставить перед экспертом. Ну, так как спор вокруг цены, то, естественно, вопросы будут оценочные. То есть это уже не к экспертам, а уже ко второй части, к оценщикам будет вопрос. Нет, это будет задан вопрос именно для эксперта. Эксперта уже по закону. То есть есть две так называемые экспертизы в рамках ОСАГО. Почему так называемые? Потому что экспертизы, они являются с натяжкой. Это экспертные некие исследования. А сама экспертиза автотехническая, она может быть назначена только судом. Вот две экспертизы, делается третья. Либо с осмотром автомобиля, либо по документам, которые имеются в суде и по тем фотографиям, которые там есть. Перед экспертом ставятся конкретные недвусмысленные вопросы, на которые он должен также конкретно, недвусмысленно ответить. Как правило, получив результаты этой экспертизы, спор прекращается. Судья принимает решение на основании этой экспертизы. К сожалению, это путь недешевый, потому что делать автотехническую экспертизу, даже оценочную, сложнее, чем сделать просто расчет стоимости восстановительного ремонта. Опять же, это ложится на плечи человека, который подает в суд. Сначала да, но в дальнейшем, если суд сочтет, что его претензии являются обоснованными, и их нужно удовлетворить, то, конечно, все издержки, в том числе и по экспертизе, которую делал он в первой независимой компании. И ту экспертизу, которую будет делать эксперт и другие все издержки, оплатит страховая компания. И практика показывает, что оно так и происходит. Наш правовой нигилизм или, так сказать, нежелание идти в суд, он приводит к тому, что аналогичные дела остаются без движения. Ну, не заплатили. Человек смирился и пошел. Да, понятно. Ну, а потом ведь еще вот, опять, конкретный пример, да, вот тот, о котором мы говорим. Смотрите, было составлено два акта осмотра. Теперь вопрос, а оба акта осмотра подписаны владельцам транспортного средства? Так, интересно. Или только один? Так, так, так. Какой из них может быть основанием для проведения экспертизы? А потом, когда человек подписывает акт осмотра, эксперт обязан ему пояснить и дать возможность записать в этот акт осмотра все возражения, с чем человек не согласен. Нам было сказано, что представитель страховой компании, эксперт, не эксперт, не все туда вписал. Значит, соответствующие записи должны были появиться, так сказать, со стороны владельца, да? Я так понял, в комментариях, что говорят, я для себя, для отчета записываю, это вам вообще не надо. Вот эти комментарии, тогда там не должно быть подписи владельца, если это просто комментарии. Соответственно, он недействительный. Он не может служить основанием. Потом, смотрите, мы уже сегодня не один раз говорили, мелькает все время отчет об оценке. Но еще раз, отчет об оценке не является основанием для проведения страховой выплаты. Значит, и первое, которое, там же мелькало слово оценщик, а не эксперт техник. Поэтому прямой путь, так скажем, сначала не в суд, а грамотному эксперту технику. Опять же, наверное, к тому же, к которому обращались в первый раз, вероятно, у них уже есть какие-то... А тем более, он же все равно обслуживает, да? Раз он взялся за проведение работы, он не обязан, допустим, в суд ходить, так скажем, по вызову клиента, а только по вызову суда. Но проконсультировать он всегда, конечно, проконсультирует, расскажет. Это его профессиональная обязанность. Да, опять же, наверное, в интересах компании оставить свою, так сказать, честь, рассказать, что они не экспертиза. У нас еще один звоночек на проводе. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Ленинградская область, Андрей. Здравствуйте. У меня такой вопрос, как выплачивает компенсация утраты товарной стоимости автомобиля? По ОСАГО. По ОСАГО вы имеете в виду? Нет, ну, выплачивать, имеется в виду ОСАГО, наверное, должно выплачивать ее. Расшифруйте, пожалуйста, у вас какой-то конкретный случай, чтобы нам было попроще? Или вот что вы имеете в виду? Ну, машина совершенно новая, две недели всего из салона, не виноват в аварии. Ну, скорее всего, выплата будет по ремонту, а так как машина все равно битая уже будет, товарную стоимость потеряла. Понятно. Сложный очень вопрос, но от себя могу добавить, что вообще-то машина, даже если она совершенно целая, как только выехала за ворота с салона, сразу минус там 10-12% сразу теряет от своей товарной, наверное, стоимости. Поэтому здесь уж, наверное, говорить сложно. Но, тем не менее, вот как в таких случаях, просто какой-то минимальный коэффициент старения дает, да, вот автомобильный? Есть методика расчета, человек совершенно правильно называет термин, есть методика расчета утраты товарной стоимости. Кстати, недавно появился еще один термин, неустранимый ущерб. Но дело в том, что правилами ОСАГО расчет утраты товарной стоимости нигде не оговорен. Поэтому страховые компании на этом основании, а в добровольном порядке практически ни одна страховая компания выплата УТС не производит. Поэтому варианты, так скажем, опять же, несколько вариантов. Либо взыскивать со страховой компанией, пытаться взыскивать через суд, либо взыскивать с виновника ДТП. Понятно. А вариантов расчета, утраты товарной стоимости, их много и обсуждать, наверное, смысл. Да, техническое уже достаточно сложное для передачи было бы объяснение. Но я хочу просто добавить, что, по-моему, в 2007 году были прецеденты, и даже Верховный суд подтвердил их, обоснованность выплаты товарной стоимости в связи с ДТП по ОСАГО. То есть прецеденты были, надежды такие есть. И я знаю, что по России, в Москве это, ну просто, можно сказать, на миллион единиц, да. А по России это случалось чаще. Поэтому пробовать можно, но вероятность небольшая. Здесь многое зависит от грамотности тех юристов, которые будут вести дело, и от судьи. Но вероятность небольшая, получится страховой компанией. А с виновника, да. Давайте вернемся все-таки к экспертизе и к экспертам. Приходят вопросы, как стать экспертом. И вот от себя добавлю, какие люди сегодня идут в эксперты техники, которые проводят этот первичный осмотр, составляют акт осмотра. Кто эти люди? Как сложно ли освоить эту профессию и стать этим человеком? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что Владимир уже говорил о том, что нет до сих пор реестра экспертов техник. Потом не стоит разделять все-таки. Вот у нас сейчас, прошу, перебью, есть небольшой пример, как проводится осмотр, вот так, для иллюстрации, да. Даже знакомые лица там есть. Знакомые лица, да. Осматривают битый автомобиль. Да, продолжайте, конечно. Так вот, не стоит разделять специалиста, который проводит осмотр, и специалиста, который делает расчет. В правилах экспертизы, в требованиях, в квалификационных требованиях к экспертов техникам, это функции одного человека, эксперта техника. Эксперт техник должен иметь высшее образование, иметь дополнительную профессиональную подготовку. Буквально на днях утверждены государственные требования к образовательным программам по подготовке экспертов техника. То есть это шаг вперед уже какой-то, да? Сага у нас давно, а вот такие вот уже. Да, может быть это все-таки шаг к введению единого реестра к аттестации экспертов техникам. То есть эксперт должен иметь высшее образование, пройти специальную подготовку, либо иметь опыт работы экспертом техникам. Тогда он может пройти аттестацию, предоставив выполненные им экспертные заключения. Он проходит аттестацию, пока государственный реестр не ведется, ведется несколько добровольных реестров, в частности реестр нашей ассоциации и реестр добровольной аккредитации при Российском Союзе автостраховщиков, чтобы работать со страховщиками. Люди проходят такую добровольную аккредитацию и работают, так скажем, повышают свою квалификацию. На сегодня, опять же, пока не работают образовательные программы, не составленные, а есть только требования. Есть общая договоренность, что объем дополнительной подготовки в пределах 120 часов. Ну, понятно. Для человека с высшим образованием, в принципе, это по силам, даже не отрываясь от работы, наверное. Тут очень спорно, по силам или не по силам, потому что человек должен знать не только конструкцию транспортного средства, но и технологию ремонта транспортных средств. А это уже все-таки, так скажем, для этого нужно либо иметь высшее образование, либо какой-то хороший опыт. Да, потому что опять технологии меняются постоянно. Еще вопрос. Наверное, как и в любом деле, вот среди экспертов есть свои асы. Вот как, ну, приходишь ты в компанию и говоришь, ну, вот-вот-вот у нас молодой человек, он молодой, энергично вам все сделает. Или же нужен посмотреть на человека, вот как обычно раньше смотрели в автосервисах, да вот мне лучше того мастера дайте с сединой в волосах, он уже не одну собаку здесь ел, он сделает лучше. Владимир, намного опыта побольше по подбору сотрудников. Правда, поделись опытом, вот как здесь выбирать людей и какие качества у этих людей должны быть, присутствовать? Вы знаете, ну, наверное, все-таки должен быть некий талант, потому что это ремесло, но ремесло такое, которое требует многогранности. Многогранности. Во-первых, нужно, конечно, любить технику. Во-вторых, нужно иметь, так сказать, склад ума, который способен немножко, так сказать, давать анализ какой-то. Потому что, вот мы говорили, что у нас вопросы нам могут быть поставлены, например, о причинах повреждения. А могло быть это в этой аварии или не могло? Если это когда речь идет, когда люди пытаются инсценировать какую-то аварию с целью получения... Либо просто неправильно интерпретируют свои действия. Недавно был случай, прошу прощения, поврежден автомобиль, столкновение с «Жигулями», а в середине такой круглый отпечаток от столба. Так, понятно. Явно столба. То есть, человек без воображения, без, так сказать, способности анализировать, он просто перепишет все повреждения, которые есть, и как бы забудет. Надо смотреть вот этот... Можно вообразить, что кто-то вез себе на «Жигулях» столб на дачу фонарный, и вот как-то случайно... Дальше уже нужно разбираться, так сказать, в ситуации более детально, требуются специальные исследования. И есть, так сказать, понятие такой трассологии исследований следов. Это тоже автотехника. И такого рода экспертизы приходится делать. Но к вопросу, так сказать, о подготовке специалистов, остается, как правило, из тех, кого, так сказать, после подбора оставляешь, еще, так сказать, не все. Остается несколько человек. То есть, существенно, от всех идет? Отсев идет, да. Хотя на сегодняшний день не такая престижная эта специальность. Приходится много работать в том числе и работа на выездах. Вы сами понимаете, что в Москве побывать в нескольких точках в течение дня, в общем-то, это не только нагрузка для эксперта, это нагрузка еще и как водителя. Но все же есть специалисты, которым это от Бога дано, а есть, которые делают это со скрипом. Понятно. И вот как стать таким специалистом? Здесь одного обучения на каких-то курсах совершенно недостаточно. Обучение происходит в течение нескольких лет и только после, ну, у кого какой-то срок, да, 2-3-4 года. Тогда мы говорим, что вот, мы наконец приготовили специалиста, за которого будет не стыдно и который будет работать хорошо и у нас. А если он перейдет кому-то, то, так сказать, там тоже сумеют по достоинству его оценить. Ну, надо сказать, что я работаю с 93-го года, так сказать, в этой сфере, как руководитель. И приготовил не один десяток кадров, которые ушли в основном в страховые компании, там больше платят. А страховые компании мне за это благодарны. Люди, которые работают, ну, в общем, тоже у меня сохранились нормальные отношения. И все, так сказать, говорят спасибо за учет. У нас есть еще один звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Валерий, это Краснодар. Подскажите, пожалуйста, ситуация. Два автомобиля движутся, ну, главная второстепенная дорога. Водитель выезжает со второстепенной дороги на главную. По главной ночью, в недостаточных слоях видимости, идет автомобиль без включенных света. Ни габаритов, ничего не включенного. Происходит ДТП. Экспертиза занимается тем, что может ли экспертиза подтвердить, что на момент ДТП, то есть на момент столкновения, были включены лампы или не включены. Это первый вопрос. Второй вопрос примерно такой же, сегменты. Автомобиль, который идет по главной дороге, идет с явным превышением скорости, ну, в городской черте порядка, там, 150-180 км в час. Водитель выезжает со второстепенной дороги, в принципе, предположить не мог о том, что кто-то будет нестись на такой скорости. Это второй вопрос. По автокаске автомобиль застрахован. Был произведен сложный кузовной ремонт с заменой деталей. Некоторые детали в заводе, они оцинкованы. Поставили детали не оцинкованные. В этом случае утеря товарной стоимости считается, не считается. Спасибо. Спасибо вам большое. Очень такой сложный вопрос. Наверное, первое, это касательно... Их три. Да, три. Предположить причин ДТП. Вы сейчас говорили, начали программу, что, в принципе, эксперты станут это делать. Во-первых, когда мы говорим об экспертах техниках, да, первый вопрос, что транспортное средство не было включено габарит или свет. Это, конечно, предмет автотехнической экспертизы, только мы-то говорим о конкретной работе эксперта техника в рамках ОСАГО. К сожалению, в программу подготовки экспертов-техников, которые работают при ОСАГО, это не входит. Но это предмет автотехнической экспертизы. Такое возможно, понятно, что нельзя гарантировать 100%, что это будет установлено, но это предмет рассмотрения автотехнической экспертизы. Ее можно добиться только через суд или же все-таки есть... Нет, она проводится, есть специалисты. Притом, мы не говорим сегодня о судебных экспертах, но когда мы говорим о экспертах, несколько лет уже Минюст проводит так называемую сертификацию негосударственных судебных экспертов. То есть тоже независимых. Понятно. Негосударственных. То есть просто этих людей надо найти, обратиться и заключение не дадут. Да, и плюс они еще должны иметь соответствующее оборудование. Ага, это тоже важно. Потому что там важно, там была разбита лампочка, не было разбито состояние приборов. Это уже, как правило, приборная экспертиза. Наверное, дорогостоящая экспертиза будет, судя по всему. Не дешевая. Не дешевая. Давайте дальше. Что там дальше на поездке? Второй там у нас вопрос. Скорость. Скорость, да? С какой скоростью? Ну, это опять конкретный вопрос. Нужно смотреть. Какие данные зафиксированы? Какие тормозные пути? Какие моменты? Как зафиксировано положение транспортных средств? До аварии, точка столкновения. Притом, если это в ночное время, то мы знаем, как наши сотрудники ГИБДД оформляют эти схемы ДТП. Поэтому без конкретной схемы здесь что-то сложно сказать. Но это предмет экспертизы. И, в принципе, даже экспертизу можно привести на основании схемы, составленной сотрудниками. Схема, которая составляет сотрудниками, это вообще первый документ, который рассматривается в любом случае. Даже по ОСАГО. Понятно. Ну и крайний вопрос. Был великолепный автомобиль, который сто лет проживет. Кузов вечный, оцинкованный. И вдруг меня это вам ставит обычную жестянку. Если речь идет о ремонте, то сегодняшние требования всех производителей автомобилей, ремонт должен производиться оригинальными запасными частями. Если эта часть оригинальная, но не оцинкованная, то значит она ничем не хуже. То есть завод-изготовитель не ухудшает качество своего продукта в процессе ремонта. Но скорее всего речь шла о неоригинальных запасных частях. Тогда можно предъявить станции технического обслуживания претензии на предмет компенсации, либо выполнение ремонта заново, используя оригинальные запасные части. Здесь уже вопрос, который должен сам владелец для себя решить, что ему интересно. Больше того, если ремонт производился на основании направления страховой компании, то и страховая компания тоже может воздействовать на эту станцию технического обслуживания и добиться качественного ремонта. Качественный ремонт предполагает использование, повторяюсь, оригинальных запасных частей. Понятно, это очень важно. Еще пришел интересный вопрос. Немножко, наверное, все-таки опять не совсем по адресу спрашивают. А обязана ли страховая возмещать стоимость жидкостей, которые вытекли, например, в случае поломки радиатора? Такой неожиданный вопрос. Это учитывается вообще при осмотре таких повреждений? Да, конечно. Только должны быть признаки, что действительно жидкость эта была утрачена в результате дорожно-транспортного происшествия. Либо пробой очевидный радиатора, либо разрыв в шлангах радиатора. Если установлено, что радиатор поврежден, но жидкость на месте, то это не является страховым случаем. И станция технического обслуживания, современная, должна иметь возможность эту жидкость слить и залить заново. То есть сохранить. То есть там предусмотрено до 20% на доливку. Ведь конфликт между экспертами техниками и станциями, это отдельная, наверное, тема разговора. Понятно, что страховщик хочет меньше заплатить, станция хочет больше получить. А эксперт-техник, это вот его обязанность как раз найти ту золотую середину. Он и станции должен доказать, что технологически можно отремонтировать более, допустим, дешевым способом. И страховой компании пояснить, что какие-то ее, так сказать, претензии не всегда могут быть удовлетворены. Опять же, есть еще клиент, которого в любом этом случае, наверное, уже не повезло, раз он попал в такую ситуацию. Он уже потерял, конечно. Понятно. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Да-да-да, мы вас слышим. Говорите чуть погромче, пожалуйста. Да-да, это Александр из Санкт-Петербурга. Я вас хотел узнать по поводу обязательного высшего образования для обучения на эксперта технику. Да-да, что вы хотели узнать? Ну, нет, я так понимаю, нужно ли оно. По поводу наличия высшего образования для обучения на эксперта технику. А по совместному приказу министерств, которые должны регулировать экспертную деятельность МВД, Минтранс, Минсоцтруда, да, высшее образование требуется. О том, какое это должно быть высшее образование. То есть техническое, гуманитарное, неуточное. Ничего в требованиях не сказано. Но наличие высшего образования обязательно. Ну, надеюсь, что мы ответили. Так что доучивайтесь, если еще учитесь. И добро пожаловать, что называется. Просит очень уточнить, опять вопросы из Санкт-Петербурга. Что значит взыскать свиновника при ОСАГО? Спасибо. Мы несколько раз сейчас в беседе упоминали, что проще, допустим, не добиться возмещения со стороны страховой, а взыскать с виновника. Что это означает? Сейчас многие люди отвыкли, что раз машина застрахована по ОСАГО, то уже вроде как с человека не надо его хватать за грудки, надо выбивать с него деньги. Что все делают за тебя другие люди, другие службы. У нас, во-первых, есть закон об ОСАГО, во-вторых, есть гражданский кодекс. Виновник обязан возместить. Если по ОСАГО страховщик обязан возместить, исходя из среднерыночных цен, к примеру, то виновник обязан возместить полностью расходы. И можно либо по калькуляции предъявить претензию по экспертному заключению, либо по фактическим затратам, к примеру. А фактические затраты складываются уже совершенно по-другому. И это предмет для судебного разбирательства. Получить возмещение можно не по ОСАГО, может быть, мы немножко не тот термин, но после ДТП можно по ОСАГО получить часть возмещения в страховой компании. И никто не запрещает то, что вы считаете, что вам недоплачено, получить с виновника. Это, естественно, уже не возмещение в рамках ОСАГО. Это возмещение в рамках обычного гражданского процесса. Но тут здесь может быть все что угодно, вплоть до моральных каких-то... Да, в том числе и моральный вред, хотя он по дорожным транспортным происшествиям достаточно редко удовлетворяется. Ну да, там есть масса показателей, вплоть до пользования чужими средствами и все прочее. Здесь уже, так скажем, это обычное гражданское законодательство. Так, давайте рассмотрим еще несколько сообщений, которые пришли к нам на сайт. Меня въехали на днях, виновник застрахован в МАКСе, моя машина не на ходу. Сегодня завел дело в МАКСе, мне сказали следующее. Ваше авто будет осматриваться и фотографировать эксперт нашей компании. Результат осмотра будет передан независимым экспертом для обсчета. Скажите, пожалуйста, допустима ли это практика или транспортное средство должно осматриваться именно независимым экспертом? Да, еще, они сказали, если я захочу свои независимые экспертизы, то они за нее не заплатят. Но это ситуация, которую мы обсуждали вначале. Мы ее уже обсуждали. Обсуждали. То есть здесь все-таки стоит, наверное, если вы решили взяться за независимую экспертизу, то сделать это четко и грамотно. То есть вот даже на многих сайтах приводится порядок, как это нужно сделать, то есть уведомить всех участников. Конечно, это все расписано в интернете, это только одна особенность. А ведь редко говорим о том, что когда человек представляет эксперту страховой компании, он ведь вправе привезти с собой любого независимого эксперта, любого представителя, специалиста. Их количество не ограничено. Он может приехать со специалистом, и этот специалист ему все подскажет, расскажет, и может расписаться в акте осмотра, как заинтересованное лицо. И, в общем-то, при таком подходе ваши ставки растут. Решить все профессиональные вопросы. То есть, ну, в принципе, здесь получается в интересах автолюбителя. Конечно. Только в том случае, если эксперт страховой компании, как в данном примере Макса, услышит голос разума, так сказать, и прислушается к советам тех, кто в этой области достаточно грамотен. Но даже если он не прислушается, тогда в акте осмотра можно высказать свое мнение, которое потом, может быть, сослужит свою пользу в суде. Да, единственное, что это может быть только, так сказать, в суде учтено, потому что рассчитывать, что страховая компания всерьез, так сказать, как-то изменит свое решение, не приходится. Если эксперт страховой компании... Ну, не зря же они их там, в конце концов, держат этих экспертов и юристов, которых вот на эти дела. То есть, они просто так не сдадутся. У вас есть еще один вопрос. Вопрос из Кемерово. Произошло ДТП. Значит, в феврале страховой компании виновника северо-западной Ленинградской области в конце прошлого года у нее изъяли лицензию. Кто возместит ущерб РСА? Необходимо ли нотариально заверять страховой полис виновника? Вот такой вопрос. То есть, страховой компании, у которой изъяли лицензию? Нотариально заверять не нужно. Это вопросы Российского Союза автостраховщиков, которые занимаются компенсационными выплатами. На сайте РСА все эти вопросы достаточно... Есть региональные представительства РСА, поэтому вопрос не простой получения этих денег тоже, но реальный. В РСА есть компенсационный фонд, в который каждая страховая компания, которая имеет лицензию, отчисляет определенную сумму. Понятно. Ну что ж, вот наш час в эфире прилетел буквально незаметно. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждали независимую экспертизу. В гостях у нас были эксперты Московской общественной организации Лига автоэкспертов. Владимир Тихомиров, Сергей Дорофеев. Очень важная тема, масса звонков и откликов. Будем рады увидеть вас в гостях снова, потому что тема очень важная. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Успехов. Редактор субтитров А.Семкин